Вчера в Хельсинки состоялись очень варные переговоры президента Путина и президента Трампа. В наших двух странах сосредоточено 90% ядерного потенциала. История отношений знает разные периоды. В период Брежнева и Никсона нам удалось договориться и осуществить реальную разрядку, сократить противостояние, ядерные потенциалы, договориться об интенсивных экономических и научных связях и космических программах. На мой взгляд это был период, в который следует брать пример. Затем наступил период Горбачевщины, который назывался перестройкой, а на самом деле превратился в перестрелку и сдачу национальных позиций. Ельцин продолжил ту же самую политику еще в более варварской форме. Десять лет тому назад в Мюнхене Путин заявил, что у нас у страны есть национальные интересы. И что мы будем их отстаивать, что мы категорически против расширения НАТО и мы будем думать о своей безопасности. Это заявление вызвало шок в Америке и в Европе. И тем не менее после этого натовцы и американцы жестко стали противостоять нашей стране и все делать для того, чтобы заставить ее подчиниться их воле. Поэтому я очень хотел, чтобы вчерашние переговоры, которые по форме прошли довольно любезно и интересно, завершились целым рядом последующих решений, которые бы соответствовали нашей национальной безопасности и национальным интересам. В этой связи хочу напомнить всем и те, кто будут дальше готовить документы, о которых заговорили вчера и на открытой и закрытой встрече, они обязаны помнить следующее. Как бы ни пожимал и похлопал по плечу Трамп наших руководителей, за последние полтора года Трамп провел политику, которая в первые же недели увенчалась увеличением военного бюджета на 60 миллиардов долларов. А его поездка в Европу имела всего две цели. Первое, заставить европейские и натовские страны платить по полной для того, чтобы и больше наращивать военный потенциал этой агрессивной организации. Она уже имеет потенциал в 20 раз выше, чем Российская Федерация, даже без США, Европа в 4 раза превосходит наши возможности. И второе, заставить немцев отказаться от Северного потока. И первое, и второе, это абсолютно агрессивная политика, направленная против нашей страны. Эта политика уже привела к тому, что Европа сократила товарооборот с нами почти вдвое, а американцы имеют всего около 17 миллиардов, о чем вчера Путин в своем интервью сказал. На мой взгляд, есть и закрытый подтекст, связанный с тем, что американцы объявили торговую войну Китаю. Они не согласны, что китайская экономика развивается семимильными шагами, что она по объему превысила американский. И ближайшие 5-7 лет китайцы обгонят американцев почти по всем показателям. Уже в этом году Китай продаст высокотехнологичные продукции почти на 500 миллиардов долларов, в 2,5 раза больше, чем Америка. И в этой связи нам быть надо предельно бдительными и внимательными. Потому что стратегические отношения с Китаем, которые подкреплены ШОСом и последними переговорами, и в этой нашей общей упряжке сегодня активно работает и Индия, и УАР, и Бразилия, и целый ряд других стран, является реальным противовесом НАТО и агрессивной американской политике. Мы должны помнить, что без этой азиатской политики противовеса в нынешнем мире американцам и их агрессивной политике нет никакого. Я считаю, что исключительно важным после этой встречи президенту Путину оценить внутреннюю обстановку. Да, он в послании потребовал выхода нашей страны на мировые темпы развития, это 3,5%. Да, он требует прорыва в экономике и высоких технологиях. Но то, что делается после того, как он вступил в должность, его правительством полностью перечеркивает эти установки. Рост цен на бензин и солярку на 5 рублей, НДС плюс 2% и людоедская, так называемая пенсионная реформа, где нет никакой реформы, а просто повышение пенсионного возраста для мужчин на 5 лет, для женщин на 8 лет. Полностью перечеркивает все эти установки. Они больно бьют и по модернизации, и по демографической политике, и все делают для того, чтобы наша страна и дальше барахтала своих проблем. Я не знаю другого такого вопроса, по которому было единодушное отторжение, как так. Это пенсионная реформа. Мы провели опрос, уже почти 3 миллиона граждан подписались на наших листах, и 100 человек 95-97 категорически против проведения этой реформы. Ни один другой вопрос, даже вопрос по земле, по монетизации, не собирал такого единодушного протеста. Поэтому на месте Путина я бы немедленно отреагировал и все сделал, чтобы этот людоедский закон был отозван и подготовлен комплекс мер для реализации главных установок его послания. Что касается партии власти, она решила в четверг втащить этот закон и продавить его под шумок аплодисментов в ходе футбольных матчей и под шумок летней жары и завершения заседания Государственной Думы. Так уже протаскивались законы о земле, о монетизации. Так пропихивался закон о парализации Академии наук и целый ряд других законов, которые больно бьют по нашей экономике и населению. Мы подготовили свой проект закона еще в 2016 году. Он полностью учитывает советский опыт и опыт мировых стран. Мы считаем, что эта наша инициатива получит поддержку всех регионов Российской Федерации. Мы призвали регионы провести общенациональный референдум. Москвичи тут выступили в качестве главных инициаторов. А 18-го вместе с профсоюзами мы выступим против. А 28-го все народно-патриотические силы, 53 организации, от Компартии до молодежных, женских, студенческих, ветеранских, военно-патриотических призвали граждан сказать нет этой людоедской пенсионной реформы. Я надеюсь на широкую поддержку и массовый протест. И призываю всех активно консолидировать силы против этого курса и политики, который перечеркивает и послание президента, и требование выйти на мировые темпы экономического развития, без чего мы и дальше будем отставать и проседать. Тогда никакие переговоры ни с Трампом, ни с Европой не увенчаются успехом. Нам нужны высокие темпы, образованное население и качественная социальная политика. Вас приглашаю активно поддержать наши инициативы.